Рассказание к римлянам, 6 глава, 19 стих. Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали бы члены ваши врабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши врабы праведности на дела святые. Один стих. И не надо кончать никаких заведений на этот стих. Чтобы его понять. Притом учителей нигде не надо искать. Ты сам для себя учитель. Ну ты вспомни как было. Ты же едешь в дороге, сядешь в поезд, трещишь и трещишь, рассказываешь как было. А ты же душа общества. Да с тобой так весело. Ты умеешь легко приобретать друзей. Как ты легко находишь их. Доходную работу, да не одну, две, три. Понимаешь сколько рассказывают люди там. Рассказывают не о том, как они плохо ведут себя. А какие они удачливые в этой жизни. Каких хороших детей воспитали. А что у детей не ладится и сын в пятый раз женился. А дочь давно уже лишили детей. Отдали их там. Про это умолчат. А расскажут о другом. А вот это как раз то, что было неладно, тоже является нашим учителем. Как вы предавали члены ваши в орудии неправды. Да как-то вспоминать не хочется. А придется вспомнить. Вот точно так же. Но дела правильные теперь. Поверните и все. Ты сам для себя будешь прекрасным учителем. А не так, что я забыл, я не знаю какой. Что у тебя была за струнка в детстве? Ты любил исследовать, рассматривать что-то? Чем ты интересовался? Исследуй Слово Божие. Самый умный на земле исследователь, не считая Бога, это Сатана. У него громаднейший опыт тысячелетий, как подойти к людям. Он по поднятию ресницы, по вздоху, по походке. Он все определяет. Но только по-плоцки. Духовно он не может рассудить. От него это сокрыто. Вот сейчас слышали, как апостол Павел шел, и женщина говорила слова правильно. Она нигде не толкала. Она не говорила, что вы слушаете, пришли тут сектанты и ретики, гоните их в шею. Это сегодня так, священники учат, обращаются с негодными для них людьми. А здесь нет. Она ходит один день, Павел молчит. Почему он молчал? Хорошо говорит. Нашел себе рекламу. Но второй день, третий, и, видимо, даже до Павла не сразу дошло. Я уйти-то уйду. А вот теперь ей уже поверили, и теперь она будет говорить в другом направлении. И вот тут он ей сказал. А за этим сколько скрывается? Этой женщиной хвалились. Ну как, у нас своя ванга все предсказывает. У нас она все знает. Даже этих людей, вон, видишь, как она сразу узнала. Но за этим сатана ничего не знала. Им надо было только апостола Павла. Палки приготовил. Стражники есть, милиция есть, тюрьма есть. Все у сатаны есть. Ну а дальше за этим он не знает, что и там Господь найдет своих людей. Так и получилось. Заключение-то. До сих пор сатана довел. А дальше он из-под контроля уже ситуацию потерял полностью. Он никак не знал, что ночью закованные в колодах ноги. Ему поднимать все нельзя даже. И они лежат, а рты-то не закрыты. Они поют. А утикам-то вообще делать нечего. Телевизора не было. Свету нет. Слушают. Это в темноте все было. Да и люди-то разные были. Как они так пели? А может быть на одном языке, на другом? А вот это сатана полностью ничего не предвидел. Он знает только одно, что у сражника есть власть. Но что у сражника есть страх Божий, это сатана не может знать. И дальше обращается сражник. Апостол Павел, какой был, какой остался, он там начал проповедовать. Крестить он умеет. Но это редкий случай, когда он крестил. Теперь мы знаем, что его звать было Стефаном. Видите как? И вот орудия, которые у него были. Что орудия? Замкнуть в ферме. Заточить. Вот теперь он обратил все на дела праведные. А все в доме через него пришли к Богу, как считаем, про святого Севастьяна. И узника всех выпустили, покрестили и утром опять завели туда. А дальше будет свидетельство. Так это еще не все. Апостол Павел еще страх приведет. Что ты мэра города и всех? Меня взяли без суда, били. А на каком основании? По какой статье? Я неприкосновенный, как депутат. У меня римское гражданство. А вот теперь все это поверни, что они делали, кто обратился. Какая у тебя была должность? Что ты мог делать? Как вы? Павел говорит, ради немощи вашей. Немощи, то есть у нас нет грамоты. Да и не всегда мы Слово Божие считаем. Не каждую минуту. А вот посмотри на самого себя. При встрече с людьми о чем ты разговаривал? Язык у тебя работал. Ты крепко руку жал. Теперь все поверни в другое. Простери ему руку. Вы вызвали его из этой ямы. Как златоуздат, если раньше ты пил, а теперь даже воды до света не пей. Ты любил тратиться на выпивку там? Ну конечно. У меня жена неделю готовит там столько. У меня меньше 20 человек никогда не было. Как ты сейчас вспоминаешь, артист умер. А кто у него дома? Он говорит, я не знаю, и жена не знает. А вот если бы ты к Богу-то обратился. Да сколько же у людей нашли бы покой здесь? Какие птицы отдыхали бы на этом древе, которое из горчичного семени-то взошло? И вот если мы поймем это по отношению к одному греху, понятно, как все шло и в церкви. Это наш талант. Талант свой надо искать постоянно. Иные начинают говорить, у меня таланта никакого нет. Это обман. Это зарытый, где-то лежит талант. Ты можешь, ты говоришь, ну подруги старые есть. Ну, блин, ну почему никогда не ищите их? Живете в одном городе, здесь работали. Попытайтесь их найти. Пойдите на свое предприятие. Узнайте, кто где живет. Может, надо на дому посетить. Два-три человека. Вот уже и собрание. Начинайте им свидетельствовать, есть что им дать. Надо хорошо-хорошо копать. Потому что в житиях святых написано, сказано, копай, он копает. Остановился и снова голос неба. Копай глубже. Глубже копай, ты рассмотришь. И найдешь. Иеремия 2, 26. Как вор, когда поймает его, бывает осрамлен. Ну и что это? Все знают. Его там бьют. А какой вывод? Вот так осрамил себя дом Израилев. Они. Цари их. Князья их. И священники их. И пророки их. Они все осрамленные оказались. А откуда ты знаешь? 1917 год. Показал, что веры никакой нет. Сейчас говорят, а почему уничтожили 60 миллионов людей? И священники. Ведь нашли выход какой сказать. А потому что их, советская власть перевоспитать, не могла. У них крепкая евангельская была вера. Они знали Слово Божие. И понимали их не перевоспитать. Да ты знаешь ли, нет. Людей, которых арестовали, им бы сказали только сейчас. Богохульствуй. Десять суток подряд. Богохульствуй, любых. Сожги игоны, растопчи. Что угодно, лишь бы только выпустили. Русский народ, потому что верующий, он наказан, потому что Бога не знает, он не нужен. Бог его призывал и отверг. И может быть больше всего его Господь обличал в последние годы. Потому что появились штундисты. Те, которые евангелие проповедовали. Потом это баптисты, пашковцы были. Я думаю, это все не случайно в последние годы. И остромил себя царь. Учил воевать людей. От пули к этим сам поедет. Дети будут расстреляны. Остромили себя священники. Слово Божие, они проповедовали. Они его и не знают даже совсем. А знают, проворачивать, освящать, ездить, крестить, отпевать. То есть ни одного слова евангельского-то нет. А вот теперь, что это узнали мирское? Если такое активность, священники говорят, у меня даже времени нет. А все это, в общем, все говорят. А теперь высовыви себя от ненужного и поверни на дело Божие. Вот такая же заначель была. Да отойдите от меня, Слово Божие считают. Кто когда говорил? Да мне некогда, зовут, как-то подожди, мне некогда, я еще главу не досчитал. А ведь как, храм не был. Вот почему? А у меня работа такая, я устроилась, приходится так. А почему не был? Ну, потому что у меня сейчас дача. Смотри, как храм-то у нас полупустой. И не потому, что люди не могли. Нет, это причины. Причина вот здесь находится. Если бы члены отдали на служение Христу, как раньше отдавали дачам, знакомым, близким, внукам, особенно внуки-поглотители, они как колорадские жуки, сжирают все время. Все крутится вокруг, и все никак не на форме. Отдайте время Господу. Не связывайте себя ничем. Это уже последняя петля, которую сатана накидывает. Вначале надо замуж выйти, жениться. Все силы полагают кончить, работу, карьеру составить, воспитал, дети. Еще какая-то сила остается. А как на внуках захватили, все пропало. Ну, отдайте эти силы для Господа. Поревнуйте. Потому что не просто надо веровать, а бежать. Я вот размышлял сегодня все утро об одном. Бог положил к этому месту. Не случайно. Все ли вы знаете, что срок жизни определенный 70 лет. Давид говорит, дней и лет жизни 70. Он сам 70 лет жил, Соломон 70. Такой был срок. А при большей крепости, больше, 80, ну бывает лекарство помогает, что-то еще, бывает и дальше. Чтущий отца и мать будет долголетием на земле. Так вот, получается так. Если человек живет 70 лет, а секунда это раз, два, три, это секунда, секунда стрелка. То за 70 лет человек проживает 2,2 миллиарда секунд. Все высчитано. И ни больше, ни меньше. 2,2, так легко запомнится. Я доживаю в последнем вот эти две десятые сейчас и благодарю Бога. И вот теперь каждую секунду, которые там потратили эти миллиарды, а потратили-то на грех, да повернуть-то на дела Божие. А ведь какой искусный человек бывает. И вот везде говорят о встрече Пасхи. А как встречают? Ну, самая хорошая Пасха это в Иерусалиме. Там благодатный огонь, он сходит. И перед этим на Страстную неделю-пятницу идут путь скорби, путь крестный, где Христос с крестом шел. Здесь Симон Кирьянин не в крест, и там идут все религии, все толпы, мусульмане, евреи, кого там, то есть все, весь мир. Спрашивается, зачем? Куда? К пустому гробу. Абсолютно все знают, что там Христос не являлся, даже в день, вот эти, и не явятся. И каждый пытается как бы настроиться, я говорю, удается, нет, полиция всех предупреждает, держите карманы, сумочки, выхватывают. Там работают в это время маленькие арабщики на полную мощность. Они эти, вот, как бесенятся. Невозможно, говорит, спрятать еще из рук прямо буквально все, это на этом крестном ходу. Зачем? А вы знаете, где крестный такой ход? Устроился в другом месте. И идут люди тихо, как Христос падал, они все воображают, где он останавливался, там знати стоят, памятные таблички. А повеления нет. А повеление было. Только на другой путь. От гробницы к дому, где находились ученики. Иди и возвести ученикам. Ангел сказал. Прямо. И две тысячи лет мне этот голос никак люди не расслышат. Вот как вы отдавали себя на служение это прежнее плотское хождение с крестными ходами-то? Отдайте это на тот путь, где Магдалина побежала. И апостол Павел говорит, бегите на стадионе, чтобы получить. Там многие бегут, а награду получает один. Не просто так, я старый, косолапый не могу. Беги. Иначе ты не войдешь, не получишь ни награды, ничего. А какие были расторопные, как узнавали. А что-то в магазин больше слышал, и уже все выстроились в очередь. Царство небесное назовешь, и никого в очереди нет. Пусто. А срамили себя. Сирах 28.10 Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающих неправду. Чтобы освободиться от льва, нужно не делать неправду. А где делали неправду, поверни ее теперь на другое. Припомни. Где-то недосыпали ночью было. Вы думаете, так просто человеку устроить дома какую-то заварушку, попить. Это надо готовить, заработать. Будут пить, переломают, перепортят. А потом еще сколько убирать будут. А собрать нуждающихся, помочь. Насколько это проще, благодарнее. Что у тебя там мало, поверни. На дела Божии. Лука 19.8 Захежа встав, сказал Господу, Господи, Половину имени моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам четверо. Ну, если обидел, это, конечно, для красного словца сказано, конечно, обидел. Откуда богатство? Вы думаете, богатство само по себе прорастает? Нет, это где-то по одной цене взял, по другой перепродал, кого-то обманул, пересортицу сделал, кого чем обидел. А вот теперь он точно так же, как щедро воровал, и на дела Божия повернул, начал раздавать. Надо у себя дома осмотреть, каким путем все это было добыто. Не прикоснулся ли к этому дьяволу? А может быть, оно все давно уже зловонием покрыто, плечами. Раздать. Второе коринфянам 7.2 Павел говорит, вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Так это в таком плане, а как искать корыть? А сегодня бескорыстина нигде нет. Когда рассказали священнику, что такое десятина, платить надо, он обрадовался. Ну, это здорово. Но сказали, на торговле не должно быть, не продавать. Он подсчитал, у него оказалось, скажем, 20-30 раз потеря в деньгах. Он сразу же запретил, и вышел из Амона, сказал, никакой десятины, чтобы не было. Прекратите это все. Речь идет о корысти. Вот если ты такой ревностный был, корысть приобретать, весь скоростный был из-за этой корысти. Теперь обрати это все на дело Божие. Если что-то есть лишнее, на дело Божие. Написано, пускай хлеб по водам. Я неоднократно останавливаюсь на этом стихе. И после прошествия многих лет ты их получишь. Какие хлебы? Ну, большие, коровая делали. Пусти, вот они потянуло их вниз по нашей реке Аби. И где они будут? Их расклюют рыбы и прочее. Значит, не об этих хлебах речь идет. А о деле Божьем, кого накормил, напоил, Евангелие кому дал. Пройдет много лет, то есть умрешь, и там все придет. Бывает, один листик в руки попал, как он рассказывает, баптист Бойко. В плену, смятая. Одна молитва на русском языке очень наша. И душа обратилась. Сейте. Я просто уговариваю вас, прошу. Берите книги. Давайте. Дарите, как угодно. Старайтесь небесплодным прийти. Придешь на суд Божий и руки опустишь. Ни одной души не привел. Ни одного снопа, ни одного звездышка, никого нет. И налево посмотришь сухое дерево, и направо милое. Ни дети, ни родные, ни близкие. Если будешь работать, трудиться, обязательно плоды будут. Будешь считать Слово Божие, обникать. Ревность свою, которая была там, в миру, направь сюда. Была учительница, были успехи. Обрати на дело Божие. Посмотри, как о Христе рассказать правильно. 1 Коринфянам 6, 15. Разве вы не знаете, что тела ваши, что члены Христовы? Итак, а отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Даже это Павел поминает. Был великий грех. А как? Добойти в знакомство. Это тоже надо иметь талант на это, чтобы с блудницами-то знать. Не каждое попадется. А теперь поверни это на Божественное. Найди нуждающихся, больных, парализованных, помоги. Привлеки их к Господу. Расскажи им о Господе. Покажи, какие у него прекрасные глаза, он все видит. Какие у Господа уши, он все слышит, когда мы говорим. Какие у Господа ноги, как он быстро ходит, спешит на помощь каждому. И даже в темницу, где там Павел был. Какие руки у Господа любящие, как он развязывает узы. Как он врачует, несет нас на руках, где мы уже и шагать не можем. А Господи не могут еще рассказать. Вы научитесь. Если вам кто-то где-то мешает или разговором, или чем-то, замыкайте уста людей Словом Божиим. Испытайте. Если вы это не делаете, это значит, у вас опыта никакого нет. На Слово Божие человек не может ничего сказать. Почему? Да потому что мирской человек находится не сам под собой, а под руководством дьявола. А Христос три раза в сатане говорит, написано. Возражения-то никакого больше нет. Тысячелетия сатана рот закрыл и все. Поклони, спадши, отдам все. Написано. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вот написано и на этом все закончилось. А вот написано это где? Вот она святая лежит в Библии. Считайте ее. Люди, которые не читают, они ничего не знают. Вот у нас ушедшие, я не всех, конечно, в поле зрения держал, а некоторые знаю. Отошли причины. Теперь встречаешься и спрашиваешь, чего тебе не хватало в общине, почему ушел. Он ничего не может сказать. На что у него внутри осталось? Ненависть. Он не может ни одной книги нашей взять, чтобы в доме даже ничего не было. Даже моим голосом начитанная Библия, вот рождение взяли и в помойку бросили. Понимаете? Сатана занял место полностью, что если там и было. И человек, который не понимает, это хула на Духа Святого. Хула на Духа означает крайне абсолютное ожесточение, беспокаянное. Три года проходят, они только более жестоковые, но и делаются. И никто не понимает, и там их причащают священник. А вот это что у тебя было? Доброе. В обратном порядке нигде не говорится. Если ты отступил от Бога и как отдавал члены свои служения Христу, так обрати их на грех. Такого нигде нет. Тут уже сатана свою программу ставит. И более успешно, чем программа, которую апостол Павел дает нам. Филиппизм 2.13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благозаволению. Если в нас появляются иные желания, иные действия, не сходные с тем, что написано в Библии, значит не Бог это дает. Научитесь себя исследовать, апостол Павел говорит, исследуйте самих себя, верили вы. И исследовать очень просто. Посмотри, как было, и что ты делал, когда был мирской, что ты делал в воскресенье? Вставал, дальше что? Ну включил телевизор, ну еще дальше перечислить, запиши. А теперь посмотри, у тебя все должно быть напротив. Ты трудился, ходил на пляж, приведи людей в купелье крещения теперь. Как ты понедельник? Ну шел на работу, и что у тебя было? Ну встречался с кем разговор? Ну маленько посмотри. Когда был неверующий, теперь ты обратился к Богу, и эти члены тела своего, не чужого своего. Нос, глаза, уши, лоб, мозги, все поверни в обратное направление. И с не меньшей ревностью. Ты там тратил, если бы сказали, калорий вот столько-то я тратил, я ходил, бегал на лыжной тренировке. А почему ты не считаешь, нужен встать на лыжи и пойти в соседние селения рядом, в первомайсе ездить куда-то? Я говорю, что нигде никак не организовывается ничего. Я считал, про одних они жили на хуторе, два брата сельским хозяйством занимаются. И они говорят, мы не можем дождаться, когда будет зима. Все заготовили, женам оставили, встали на лыжи и пошли по соседним деревням проповедовать Слово Божие. А мы Евангелие с тобой, мы ничего не могли оставить. А мы можем-то прям Евангелие в каждые руки дать. Итак, апостол Павел нас очень просит, чтобы мы исследовали самих себя. И этим занялись прямо сейчас на молитве и сказали, Господи, я грешила много, и я старалась. И мне и выглядеть хотелось хорошо, я умела сама шить, и все как по форме, по моде. И говорит, Господи, дай мне вот так теперь для тебя служить, по моде Христовой. Выбежут, переодеваются, юбки подернули, пошли. Идите одеты по-сорковному. Наши сестры, которые уже не раз из-за одной формы только с кем-то встретились, свидетельствовали. И говорят, как легко начинать свидетельствовать. Мир сразу обращает внимание. Сейчас очень легко, все переоделись в мужскую одежду. Вы как на картинке идете. Да поможет нам Господь включить в нашу молитву подражания в обратном порядке, какими мы были для дела Господня. Аминь. Христос вас, спасибо.